МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тара-дам, тара-дам, тара-дам. Тара-дам, тара-дам. Настя! 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 Ты про меня забыл? Иду Хозяйка Красная машина, красный пиджак Я подготовлена Молодец А потому что отправляем Давайте я это оставим Мы не задумывали так, но мы продолжим А все почему? Потому что Потому что кто-то, кого-то должен спасать Да, я буду спасать сегодня тебя И, надеюсь, наших телезрителей вместе с тобой от скуки Всем любителям хороших телешоу И хороших приключений Всем тем, кому с нами по пути Это программа «В путь по-новому» И сегодня мы находимся в СВПЧ-1 Кто здесь работает И чему они нас могут учить в новом выпуске Как я красиво помолчал Начнем? Да Караулу установить Равняй Смина, равняй на середину Товарищ капитан, караулу на развод построен Здравствуйте, товарищи Здравия желаю, товарищ капитан Вольно Вольно За шесть суток у нас без выездов Без проверок Без замечаний Сегодня вступающем карулов у нас проверка Уличного водоснабжения города Тирасполь И, скорее всего, будем заниматься ремонтом пожарно-технического вооружения Равняйся Смирно Для прямых задачи Смирно Сейчас они принимают Вступающий карулов Сменяются, что принимают технику То есть, чтобы техника была в боевом расчете То есть, с водой была Чтобы не говорили, что на пожар без воды приезжает Каждое утро у нас заслуживающий карулов проверяет наличие воды Оборудование всего, которое могут тушить Ну и документация Противогазы, с которыми... Можем увидеть, как приноряется вода? Да, заходите Ну, покажете? Я могу комментировать Это водитель, он принимает свою часть автомобиля То есть, он полностью принимает автомобиль А это тоже относится к... Нет, нет, эту часть принимают пожарные То есть, все оборудование принимает пожарные Водитель принимает сам автомобиль Чтобы свет, ну, работал Габариты и так далее Специальный свет Здесь насос он принимает Работа насоса сейчас проверяется Вот это насос, да? Да, это насос Нет, он просто проверяет исправность насоса То есть, на сухой вакуум, как насос, берет воду То есть, имитация забора воды получается А вот по поводу воды, вот, вы расскажите нам, пожалуйста Вот здесь, да? Да, здесь индикатор воды в бочке у нас Обычная колба, да Она сейчас вся колба в воде, да? Да, два сообщающихся сосуда, получается То есть, если воды в бочке половина, здесь в колбе тоже будет половина Здесь находится смотровая яма Одна, там вторая Для текущего ремонта пожарных автомобилей И для техосмотра Что с ним не так? Что случилось с товарищем этим? Части кузова прогнили Особенно, вы видите, несущие части То есть, все своими руками подварили Ну, это автомобиль служебный? Это автомобиль начальника части служебной, верно? У нас есть небольшая мастерская Где проводится ремонт деталей автомобиля Так, куда теперь идем? В спальню В спальню? Только день начался Ага, так, это общая спальня, я думал Ну, естественно, на общее у нас То есть, здесь проводит ночь Представитель службы В случае чего Встал, оделся, побежал? Да, это помещение для отдыха в ночное время Не стал, оделся, побежал Мы спим одеты Здесь рукава, которые требуют ремонта Ремонт, это то есть протекает вода, да? Я так понимаю Если где-то есть свич Оттуда течет вода Это место маркером помечается И рукав откладывается именно на этот стеллаж И так же приводится вам в порядок Своими же силами, да? Естественно, да У нас 4 вида деятельности У каждого караула свой То есть, ремонтом рукавов занимается Вторая смена А мы сегодня на втором, на первом, на третьем На четвертом карауле Вы попали на смену третьего караула И сейчас заступает четвертый караул То есть, я начальник третьего караула Мы меняемся и заступает четвертый караул А что входит в обязанности вашего караула? Вот мы вычислили, что у второго караула Специальный вид деятельности третьего карула – это контроль водоснабжения города. У нас есть электронная карта пожарных гидрантов города Террасполь. То есть каждый гидрант отмечен на этой карте. И если мы выезжаем на пожар, можно будет, можно видеть, где находится какой гидрант. Понимаете? Очень удобно. Эта машина стоит на первых воротах. То есть это первый ход. Она выезжает первая всегда на все выезды. То есть любой пожар, там квартира, дом выезжает. Эта машина и с ней может выехать либо второй ход, либо третий ход. Как правило, всегда выезжает третий ход, потому что там 4 тонны воды. Необходимый запас воды у нас есть сразу. Вот как мы приезжаем на пожар, у нас уже есть необходимый запас воды. То есть здесь тонна 800 плюс КАМАЗ. Итак, мы все проверили. КАМАЗ полной исправности. Но за нашей спиной еще машина, подаренная Великобритании, Приднестровье. Вот об этом нам хочется... Пожарной Великобритании, пожарном Приднестровье. Это как случилось? Именно так. У британцев существует такая организация волонтерская, пожарная Operation Florian называется. Именно они сделали такой подарок для нашей республики. Подарили 4 пожарных автомобиля, 3 Вольво и 1 Scania. То есть 2 автомобиля, каких находятся в Бендерах, Scania и Вольво. И 2 Вольво здесь, у нас в Террасполе. В автопарке сколько всего машин на ходу? Здесь у нас в Террасполе? Да. У нас получается 2 Вольво, 2 Камаза, 1 Зилу на улице, которая стоит, и автолестница. Ну и специальных еще пожарно-насосная станция и рукавный автомобиль. Вот этот голос, который мы слышим с 8 утра, вы сразу переключаетесь, это уже профессиональное, да? Да, да, да. Надо внимательно слушать, да. В случае чего именно она сообщает вам, что надо сбор, выезжаем? Именно по этой громкой связи у нас поступает сигнал тревоги, и она объявляет адрес, куда мы выезжаем, что горит. Вот. Быстро собираемся, едем. Здравствуйте, Светлана. Здесь диспетчерская. С меня один человек всегда, или вы по двое? У нас получается старший диспетчер, диспетчер ДСПТ, ну и терраспольский диспетчер мой. Что входит в вашу задачу? Ну, принять звонок по спасателям, по пожарам. Ну, приоритете, конечно, пожары, потому что спасательные операции – это уже другое. Если чрезвычайные ситуации, тогда уже стараемся вдвоем в тандеме, как говорится, работать. Помогаем друг другу, так сказать. Итак, поступает звонок. Какие данные, какую информацию нужно получить от звонящего, в первую очередь? Ну, в первую очередь, где конкретно, или чрезвычайная ситуация, или горение, какое горение, дым, огонь, что конкретно. То есть полная информация, стараемся максимально выжить, как говорится, потому что чем больше будет информации, тем, соответственно, будет быстрее работа. Потом, если это пожар, то даем тревогу, отправляем машину и опять перезваниваем человеку, уже уточняем, с какой стороны подъехать, как подъехать. Потому что ситуации разные бывают, особенно, когда на траву едут, бывают такие улочки, за улочкой, что машина проехать не может. И получается, что им надо решить, с какой стороны им подъехать, и, соответственно, уже, как говорится, чтобы была оперативнее работа. То есть маршрут вы тоже выстраиваете? Конечно. Телефонов очень много, каждый из них, я смотрю, вот 101 этот, ну, кто обращается на горячие линии, правильно? Это две линии, 101 у нас идет, две горячие линии, эта линия идет внутренняя. А как дополнительная информация здесь у вас тоже есть? Вот смотрю, эвакуатор, да? Да, потому что очень часто задаются люди вопросом, сколько стоит эвакуатор. Это при том, что звонят 101 и спрашивают... Да, и такое есть. Насколько можем, отвечаем людям. Мы стараемся объяснить людям каждый раз, немножко даже психологами становимся. Так, пока Настя пошла брать интервью у диспетчера, мы с вами пойдем в тренажерный зал и немного позанимаемся спортом. Мы только за... Так, тоже все самодельное, да? Все своими силами, свой инвентарь принесли у кого что есть, или как это? У кого что есть, плюс руководство части тоже нам помогло. Небольшой, но тем не менее, тут на двух человек, на трех человек можно, да? Два-три человека свободно помешать. Прокачать группу мышц. Есть какие-то у вас... Давайте я вам сначала опущу полностью скамью вниз. Сейчас смазу. Тут я вижу у вас крюк. Мешок бастерский вешивается. Так как у нас здесь нету места много, он вешается только, когда кто-то занимается конкретно с мешком. Я понял. Гриф тоже 20 килограммов, да? Гриф 20, но тут еще по два замка. Всего вместе тут 30 килограммов. Если хотите, убираю замки, что-нибудь вам тяжелее будет. Да ладно, не убирайте. Не, я могу вам добавить вес? Вот этого не надо. Какой вы захотите? Деревня. Ну, слушайте, 30 килограммов тоже очень чувствуется. Надо больше, надо больше. А вы сколько берете? Чуть больше. Но это было давно. Говорит чуть больше. Гляньте, гляньте на эту махину. Ну, это не считается. Арлай Шварценеггер говорит чуть больше. Ну, давайте, что, накинем по десяточке? Ну, давайте. Здесь включается тумблер, включается громкая связь. Нажимаем на кнопку, говорим, по громкой сообщаем. Или начальник участия вызываем. Или по громкой, кого к диспетчерской, кого к старшему технику. В общем, если тревога, то нажимаем кнопку вот тут черную. И срабатывает звуковой сигнал? Вот, срабатывает сирена. Потом там держим какое-то время, чтобы ребята все услышали и собрались. И потом отжимаем и говорим уже, какой ход едет. И адрес говорим. Спасение домашних животных тоже частое обращение? Бывает и довольно часто. Откуда вызвали? Особенно кошки на деревьях. Было раз такое, что кота залезли на лестнице, сняли, спустили. Он опять залез. Сняли, спустили. Три раза подряд. Ну, значит, ему так хорошо. Люди убедились, что это бесполезно. Наши собрались и уехали. Бывает и так. Так, ну тут будет 60. Давайте 50 сделаем. Знаешь, когда не можешь, не берись. Но пробовать стоит. Да, я с вами согласен. Это на пол мы ложим. Давайте. Есть. Желательно, конечно, чтобы я там вас страховал, но там место. Не переживайте. Поэтому я думаю, что я 50. Вы, честно говоря, по звуку поймете. Я понял. Артем Николаевич, погнали. Не, я сделаю. Фу. Фля. Нельзя, нельзя. Надо к спорту относиться серьезно. Нельзя смеяться, Артем. Мы перед этим обязательно сделали разминку. Обязательно. Которая не вошла в эфир. Что скажете? Нормально? Отлично. С вашего позволения могу обратиться к своему коллеге, который застрял в спортзале. Мне кажется, теперь самое время для того, чтобы сдавать нормативы для Артема. Так, вот, стоп. Коллега Артем Мазур приглашается на сдачу нормативов. Повторять надо? Или обычно доходит с первого раза? Обычно слышно с первого раза. Настя зовет. Идемте. Так, Настя, мы только что, пока ты брала интервью, занимались спортом. Мы прокачали, я уже готов. Ой, чувствую, будет быстро одевание. Я специально покупаю себе рубашки с подкладками, типа у меня бицуха есть. Ну, мы никому не расскажем, так что все свои способности проявить прямо здесь и сейчас. Что мы будем делать со мной? Вы же хотели одевать боевку на время? Да, это называется боевка, да? Да. Можно мы покажем нашим зрителям? Вот так. Это куртка. Это обувь со штанами, да? Сапоги и штаны. Каска, пояс с карабинами и краги. Краги называется? Да. С кашкой да. А, давай типа. Где мой, выпить чашечку кофе, принять ванну, а тут началось. Отставить разговорчики и поехали. Так, а тут... А надо толкать на ногу, да? Да, я думал, кто-то просто оставил, кто-то свои носки. Я это сделал. Да. Все. Накидывайте лямки. Как это? Комбинезон. Вам помыть? Нет. Мне кажется, раздеваться, Артем, у тебя получится быстрее. Чуть-чуть. Карабины три штуки. Три штуки карабинов? Вот, 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 вот маленькие. Где? Вот. Что такое карабины? Есть. Время, жли. Все время ваше. А шапка? Осталось чуть-чуть. Как раз осталось 18 секунд до минуты. Надо было расстегнуть сначала. Сейчас, сейчас. Подождите, подождите, я уже... Прикинь, вот так, если... Без вас никто не поедет никуда. Сейчас, я... Спасу кошку. Это можно встать диск? Да. И пояс. Готов. Ну, вы вложились, только меня застегнули, ничего. Минута. Да. Защищает тело? Есть верхний слой, есть нижний слой, который защищает и от высоких температур, и от низких, и частично от промокания. Как выгляжу, кстати, ты ничего не сказала? Я же тебе сказала, огненно, Артем. Так, с первым нормативом я не справился, это было видно, но у нас есть еще возможность реабилитироваться, лестница. Штурмовая лестница. Мы так понимаем, она не самая высокая. Она не самая высокая, она легкая, но нужны умения для того, чтобы ей пользоваться. Сейчас будем пробовать. Мы будем подниматься вот на ту башню, правильно понял? Да, именно туда. Ну, я так подозреваю, Артем, не до верха, ты доберешься сегодня. Все зависит от Артема желания. Слушайте, это, знаешь, я тебе так скажу, я лестницу вообще беру на раз, карьерную лестницу. Я помню, это не твое, а следующее. Все, ясно. Следующая, она самая штурмовая. Идемте. Как вообще у вас появилась идея пойти в эту службу? Молодой человек решил бороться с огнем. Друзья, товарищи сказали, что есть такая служба пожарная, есть такая работа, в которой ценится физическая подготовка и спорт, занятие спортом. Я долго думал-думал, все-таки потом принял решение попробовать себе ЭВТ. Предложение, раз у вас все прекрасно со спортом, перенесите, а мы будем рядом, как ведущим из звезды. Ты хитрец. А взбираться вверх как будешь? С помощью. Итак, ребята посоветовали и пошли. Я пришел и уже пробую себя в этом занятии 11 лет. Примерное количество выездов вы помните уже за все эти 11 лет? Ну, у журналистов принято спрашивать об этом, но я не знаю, кто считает из пожарных количество выездов. А есть какие-то стереотипные мнения относительно пожарных, что это люди вот такие, 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 а на самом деле а вот нет. Ну, наверное, самое общее принятое мнение, что все всегда спят пожарные. Да. Вот, это 100% самое распространенное. Но, к сожалению, для нас, наверное, а к счастью для людей, это все-таки не так. У нас есть много занятий по физической подготовке, по тактической, по теоретической подготовке. Все это мы проходим и еще выезжаем на пожары. А самая частая причина возникновения пожара? Неправильное использование электрических приборов, наверное, как по мне, и курение в квартире. Курение вредно, оказывается, не только для здоровья, но еще и для жилья. Для жилья, а также для соседей, потому что во время возникновения пожара страдает выше находящаяся квартира и нижняя квартира, так как верхняя температура страдает, а нижняя все-таки от пролива воды. Как бы пожарный не хотел потушить это без пролива воды, это физически невозможно. Обязательно будет пролив воды, который, к сожалению, повреждает ниже находящегося квартиры. Как мы выяснили, на одну квартиру в среднем уходит полторы тонны воды. На одну? Это если еще вовремя вызвали. Это если вовремя вызвали. Представляете себя? Поэтому задумайте, стоит ли курить в квартире или вообще курить. Мы пришли. У меня, знаешь, музыка в голове. Таран-таран-тан. Это высоко. Это стандартное здание. Это башня, построенная в Советском Союзе, поэтому здесь на один этаж выше, чем стандарт, скажем так. На один этаж выше. Сейчас мы будем пробовать научить, натренировать вас подниматься в окно второго этажа по штурмовой лестнице. Давайте. Вешивается лестница сначала, называется элемент подвески. И потом марш по лестнице происходит через одну ступеньку. Ага, и вы там классно руку перевернули потом. Да. Следующий элемент – выброс лестницы. Дальше мы встаем на штурмовую лестницу. И продолжаем движение вверх. Хорошо смотреть, когда кто-то забирается в другой. Дальше все то же самое. Дальше не надо. Пожалуйста. Сама, могу это делать? Уже время. Просто мне сказали, Артем, чтобы все не думали, что это подстава. Это я реально. Я пошел наверх. Вы сказали, надо через, да? Да, через одну. Я пока так. Так, для лучшего времени. Ну, для первого раза можно и по каждой. Да. Шо. Шо. Потом беру лестницу и перебрасываю. Да. А потом я звоню Артем в 101 и говорю, спасите моего коллегу. Ой. Ну, честно говоря, получилось у меня, но вам решать, как получилось. Нужно заниматься больше. Спасибо. Капитан очевиден, да? Сразу видно, настоящий мужик. Знаешь, почему я это делал медленно? Почему? Да, тебя там не было. Была бы ты там и кричала, Артем. Спаси меня. У меня не получается монтировать. Хоп, хоп, хоп. И спазмы. Не было мотивации и стимула. Эй. Попробуем еще раз? Нет. Вот так вот. Да. У нас была небольшая экскурсия. Мы уже окунулись в начало вашего дня. Походили, посмотрели. Но все-таки теперь нужно прийти к первой причине нашего появления на вашей службе. Был прекрасный повод. Давайте расскажите нам, пожалуйста, о том, как организовалась служба, как вы здесь появились. И такая небольшая полезная историческая справка для нас и для наших телезрителей. Принято считать историей начала образования пожарной охраны Советского Союза еще 17 апреля 2018 года, когда был принят декрет образования пожарной охраны. То есть это органы управления, органы пожарного надзора. Наш Пренестровский праздник мы празднуем 19 ноября, день перехода под юрисдикцию всех частей пожарной охраны Пренестровья. Сколько у нас частей? В каждом крупном городе у нас по одной пожарной части. Плюс крупные города, они еще, при них созданы отдельные посты. Большая территория города, это может быть охрана промзоны, или охрана каких-то промышленных объектов, например, как МГС. Как лично вы пришли в эту службу? Пришел молодым после армии поработать на пару лет. А коллектив затянул так, что 19 лет уже в пожарной охране. Занимаюсь подготовкой личного става к службе, к тушению пожаров. Вот мы уже с Артемом попробовали себя в этой роли и поняли, насколько это вообще все очень и очень сложно. Вот насколько неподготовленными приходят парни сюда на службу? Может быть, ожидания, реальность, с чем они здесь сталкиваются, и насколько долго они вливаются в коллектив? Ну, во-первых, есть и хорошая физическая подготовка. Это очень большой плюс к этой работе. Но у нас еще есть такая особенность, это еще выносливость. Потому что работать в большой задемиллионной зоне при высокой температуре, в боевой одежде и в органах защиты, органах и дыхания, это противогазы те же самые. Довольно не каждый это выдержит. Даже тот же и хорошо подготовленный человек. Надо еще иметь выносливость. Как проходят занятия здесь на базе? Мы уже поняли, как тренируются, но есть и специальные выезды, да, на реальные объекты. Да, это не только и выезды, это и теоретические занятия, согласно плану подготовки личного става нашего подразделения. То есть это теоретические занятия по пожарной тактике, пожарной профилактике. Также пожарная техника, охрана труда и правила безопасности при тушении пожаров. Также у нас раз в квартал проводятся пожаротехнические учения на довольно-таки важных и серьезных объектах. Где-то примерно неделю назад мы проводили пожаротехнические учения на кинотеатре Террасполе. Чем отличается пожарник от пожарных? Пожарный тушит, пожарник поджигает. А вы знаете что, вы с Настей подумали, надо пойти в город и спросить у наших жителей. Знают ли они, как правильно называется эта служба, как правильно называются эти люди, ну и конечно же, что они думают о пожарных. Вам большое спасибо, мы пока посмотрим эту городскую нашу вставочку. Какой номер нужно набирать при случае возникновения огня и как правильно говорить пожарный или пожарник. Обо всем этом мы сейчас и поговорим с нашими жителями. Не знаю, как это все получится, но настроение хорошее. Привет! Стой! Куда мчишь? На тренировку. Ох ты, чем занимаешься? Греблей. Ты серьезно? Да. Тогда можно в конце я тебе скажу, гриби? Ну давайте. Слушай, будь добр, расскажи мне, пожалуйста, какой номер нужно набирать, когда увидишь, что появился огонь? Ну, 911. Ну, пожарный. А какой у них номер, знаешь, конкретный? 102 вроде, а нет. 102. 103 это получается. Скорая? Скорая, а 104 это... Доставка мороженого. 104 доставка мороженого. Это перекраска велосипедов. 101, наверное. Правильно, ты все знаешь. Давай теперь я тебе скажу, как договаривались. Греби. Успехов тебе! Спасибо! В общем, какой у нас получится опрос, вы сейчас его увидите. Приступаем к нему. Вы знаете, какой номер нужно набирать, когда идет пожар? Не помню, честно. 102. Или еще варианты? Так, 101 это у нас милиция, 102 это скорая, 103, наверное, пожарная? 102, нет. Нет. 102 это милиция, по-моему. 101. Вы знаете, по какому номеру нужно вызывать пожарную службу? 104. Ну, что эти цифры означают, знаете? 104. 101. Вот, видите, знает человек. А мы спрашиваем, спрашиваем, многие ошибаются. Какой номер нужно набирать, когда пожар, ребята? Когда пожар? Сейчас, сейчас. 103. 103. 102. 101. 101. Итак, мнение профессионала? Скорая помощь 0,3. 1. В случае чего ваша любовь сильно разгорится? Какой нужно номер набирать, чтобы потушить костер? 112. 112. 112 думаешь? А ты как думаешь? Я думаю, что все-таки так. Пожарник, это в первую очередь герои. Они помогают, делают мир лучше. Какой номер нужно набирать при случае возникновения огня? Даже не помню. Давайте, а все получится. 113. 113, правильно. Вам большое спасибо за общение, за проверку меня, за небольшой тест-драйв, ну и, конечно, за полезную информацию. Был праздник, что принято желать вам, тем, кто борется с огнем? Здоровья, здоровья, еще раз здоровья, и поменьше боевых вызов, побольше учебных. Это самое главное. Пускай у вас будут вызовы такие точечные, но все завершается благоприятно и благополучно. Спасибо. Мы с вами согласны. Да, скобес вызывает, вы приезжаете, вам просто подарили торт и попросили, пожалуйста, свечу задуйте. Будем ждать такого выезда. Вот таким у нас сегодня получился выпуск. Мы познакомили вас с героями нашего времени. Ну и просим вас сделать правильные выводы. Во-первых, запомните нужный номер 101, звоните только по необходимости, и будьте внимательными и правильно обращаться с огнем. Ну и, конечно же, смотреть нашу программу. Артем Мазур. Настя Чернятинская. До встречи в следующий четверг. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!